Добрый вечер. Я Алексей Чергеев в эфире 8 выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Воркута. В 1930 году геолог Г.А.Чернов провел первую профессиональную разведку. Анализы проб показали высокое качество угля. На следующий год на Воркуту направилось реке несколько изыскательских групп. Вместе с ними были и специалисты, пробурившие первую скважину. В 1932 году заложили две наклонные шахты. Так началась разработка богатейшего в европейской части России месторождения коксующих с углей. Но о серьезных работах не могло быть и речи до решения транспортной проблемы. Поначалу предлагалось строительство 60-километровой искоколейной железной дороги от поселка Рудник до реки Уса. Однако заполярная зима сковывала реки с октября до июня, и путь этот не мог использоваться. Соответственно и доставка материалов была сопряжена с большими трудностями. Великая Отечественная война сделала потребность в Воркутинском угле настоятельной. В этих условиях к концу 1941 года трасса была сдана в эксплуатацию, и строительство шахт Воркута обрело смысл. Первая шахта работала в своеобразном режиме. Зимой шахтеры рубили уголь, а с начала навигации все ее работники на пристани в Воркутовом круглосуточно разгрыбали оборудование и грузили на боржи уголь, добытый за зиму. Строительство первой крупной шахты и капитальное началось в 1937 году. Одна за другой вступали в строй шахты, сдавались цеха механического завода. Уже в 1944 году открыли горный техникум, готовивший специалистов по эксплуатации угольных месторождений, шахтному строительству и электромеханики. За годы войны Воркута дала стране более 6 миллионов тонн угля. В 1943 году, когда поселок получил статус города, здесь был всего лишь один капитальный двухэтажный дом, ныне на улице Красноармейской, три школы, два детских сада, ясли, три магазина, две столовые, три мегпункта, две бани, две парикмахерские. Сейчас в Воркута, расположенное севернее полярного круга, в большеземельной тундре, насчитывает более 120 тысяч жителей. Здесь находится основная база Печерского научно-исследовательского угольного института. К горному техникуму добавились филиал горного института и консультационный пункт политехнического, медицинское училище. В городе свой телецентр, дворец культуры шахтеров, драматические кукольные театры, клубы, кинотеатры, библиотеки, два дворца спорта, бассейн, десятки спортзалов, несколько музыкальных школ для детей и взрослых. Успешно работает питомник декоративных растений и древесных пород. Создано тепличное хозяйство. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.